Здравствуйте! Сегодня понедельник, 8 августа. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Начну с информации о событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае. Исторический хронограф. Сегодня, 8 августа, отмечаются Международный день офтальмологии, Международный день альпинизма и Всемирный день кошек. В разные годы истории, 8 августа, происходили следующие события. 8 августа 1785 года для колокольни Вознесенской церкви села Головкино, Симбирской губернии, был отлит колокол. В середине 20 века, при строительстве Куйбышевского водохранилища, село попало в зону затопления. Колокол был снят с колокольни и использовался на пожарной колонче Старой Майни. А ныне он отбивает время в башенке на доме Гончарова в Ульяновске. 8 августа 1899 года американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. 8 августа 1907 года представители русского земства потребовали от правительства введения в России всеобщего обязательного образования. 8 августа 1911 года в английском городе Ливерпуле войсками расстреляна мирная демонстрация рабочих. 8 августа 1919 года родился участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года, герой Советского Союза, гвардии майор, командир взвода автоматчиков Виталий Уруков. Звание героя ему было присвоено посмертно за мужество и героизм, проявленные в боях с 23 по 28 января 1945 года на реке Варта вблизи польского города Познань и при прорыве вражеской обороны восточнее немецкого города Фюрстенберг. Известно, что до войны он мечтал стать метеорологом и даже успел окончить три курса Московского гидрометеорологического института. 8 августа 1941 года пять советских бомбардировщиков дальнего действия Ил-4 совершили первую бомбардировку самолетами советской авиации столицы нацистской Германии Берлина. С 8 августа 1943 года на вооружение Красной Армии принимается тяжелый танк КВ-85. 8 августа 1963 года совершено ограбление века. В Великобритании банда из 15 человек ограбила поезд Глазго-Лондон. Добычей преступников стало 2 миллиона 600 тысяч фунтов стерлингов. 8 августа 1966 года в Китае объявлено о начале культурной революции. 8 августа 2000 года группа ученых Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека. 8 августа 2008 года в день открытия 29-х Олимпийских игр в Пекине вооруженными силами Грузии начаты активные боевые действия в Южной Осетии. Были атакованы российские миротворцы и подвергнута артиллерийскому обстрелу столица Южной Осетии, город Схинвал. В ответ со стороны России была проведена военная операция по принуждению к миру. В течение нескольких дней грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии и Искадорского ущелья в Абхазии. Исторический хронограф Специальный репортаж Подведены итоги исполнения областного бюджета за 7 месяцев года. О доходах и расходах нашего региона на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона доложила исполняющая обязанности министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова. По итогам 7 месяцев объем налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области составил 39 миллиардов 177 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 4 миллиарда 329 миллионов рублей или 12,4%. Плановое назначение выполнено на 100%. Бюджет поступило 249 миллионов рублей дополнительно. В том числе в консолидированные бюджеты муниципальных образований налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 5 миллиардов 936 миллионов рублей. В целом по муниципалитетам наблюдается увеличение поступления на 722 миллиона рублей или почти 14% по сравнению с прошлым годом. 17 муниципальных образований обеспечили рост налоговых и неналоговых доходов и наибольший рост поступлений в абсолютной величине сложился по муниципальному образованию город Ульяновск, это плюс 581 миллион рублей, Меликевский район 29 миллионов рублей, Новоспасский район 23 миллиона рублей, город Димитровград 21,7 миллион рублей, Цельнинский район 21 миллион рублей. У семи муниципальных образований наблюдается снижение поступлений, это Корсунский, Майинский, Вишкаемский, Радищевский, Чердоклинский, Старомайинский и Новомолоклинский районы. Что касается доходов областного бюджета, то объем налоговых и неналоговых доходов составил 33 миллиарда 241 миллион рублей. Регион демонстрирует положительную динамику, ну понятно темпы роста по сравнению с первым кварталом за 7 месяцев сократились и составляют 112,2 процента. Плановые назначения были выполнены на 100 процентов, в бюджет поступило дополнительно 80 миллионов рублей. Структура поступлений та же, наибольшую долю занимают акцизы почти 33 процента или 11 миллиардов 133 миллиона рублей. План выполнен на 104 процента, дополнительно поступило 430 миллионов рублей. Налог на прибыль поступил также с аналогичным ростом по отношению к прошлому году на 2 миллиарда 71 миллиона рублей и общий объем составил 9 миллиардов 29 миллионов рублей. Но, несмотря на существенный рост поступлений, плановые назначения остались невыполненными. Недопоступило по плану 411 миллионов рублей. Здесь одна из причин такого невыполнения плана является возврат налогоплательщиками ранее перечисленных налога на прибыль переплаты из бюджета. Справочно могу сказать, что за 7 месяцев налогоплательщики вернули почти 766 миллионов рублей. Налог на доходы физических лиц составляет 23 процента в общей структуре доходов и поступил в сумме 7 миллиардов 816 миллионов рублей. Здесь плановые назначения, которые мы ожидали, также остались невыполненными на 155 миллионов рублей. С одной стороны, здесь, конечно же, повлияло и вычеты налоговые, которые за первое полугодие составили почти полтора миллиарда рублей с ростом на 20 процентов. Но отмечу, что в принципе положительная динамика по сравнению с прошлым годом наблюдается. Дополнительно мы получили 933 миллиона рублей или 13,6 процента. Налог на имущество поступил с ростом по сравнению с прошлым годом на 8 процентов, составил 1 миллиард 890 миллионов рублей. 6,5 процента в структуре занимает налог с применением упрощенной системы налогообложения. Его величина составила 2 миллиарда 145 миллионов рублей с ростом на 265 миллионов рублей. Также есть увеличение по транспортному налогу на 24 миллиона или общий объем составил 345 миллионов рублей. Здесь идет увеличение в том числе по налогу с выплачиваемыми юридическими лицами, так и по физическим лицам, но незначительным. При этом транспортный налог, план по физическим лицам пока что не выполнен в связи с тем, что сроки уплаты не наступили. Неналоговые доходы в абсолютной величине составили 697 миллионов рублей. План перевыполнен на 166 миллионов рублей, но при этом в целом наблюдается увеличение на 74 миллиона по сравнению с прошлым годом. Здесь нужно отметить, что наконец-то у нас сложилась положительная динамика по штрафным санкциям. Безвозмездные перечисления. По оперативным данным финансовая помощь составила 14 миллиардов 47 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета поступило 13 миллиардов 410 миллионов рублей, что больше на 624 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом. Наибольшую величину здесь составляют целевые субсидии, которые составили 5 миллиардов 891 миллион рублей. Это почти на 2 миллиарда рублей больше или 52 процента по сравнению с прошлым годом. Здесь средства и на стимулирование программ развития жилищно-коммунального строительства 128 миллионов рублей. Дополнительные средства в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 467 миллионов рублей, субсидии в области миллиарда земель 195 миллионов рублей, строительство детской больницы 156 миллионов рублей, стимулирование развития приоритетных отраслей агропромышленного комплекса 106 миллионов рублей и многие другие. Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 2 миллиарда 269 миллионов рублей тоже с ростом на 180 миллионов рублей. Отмечу, что впервые регион получил трансфер на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, индустриальных парков и промышленных технопарков. Первый транш мы получили в сумме 302,8 миллионов рублей. Оставшаяся сумма из 538 миллионов рублей ожидается в августе. Таким образом, общая сумма доходов областного бюджета, по оперативным данным, составила 47 миллиардов 289 миллионов рублей, что на 11 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Такова картина по доходам. А как обстоят дела с расходами? На 48 миллиардов 624,7 были профинансированы расходы областного бюджета, что больше на 7 процентов по сравнению с прошлым годом. 97,3 процента это были программные расходы. Из общей суммы 73 процента или 35 миллиардов 662 миллиона рублей были профинансированы первоочередные и социально значимые расходы. Расходы на обеспечение реального сектора составили 11 миллиардов 510 миллионов рублей с ростом на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. Первоочередные расходы были направлены на выплату заработной платы с начислениями, на меры социальной поддержки, на расходы на обязательное медицинское страхование и финансовую помощь муниципальным образованиям. Финансовая помощь муниципальным образованиям составила 12 миллиардов 759 миллионов рублей, что на 625 миллионов рублей больше по сравнению с прошлым годом. Сюда вошли дотации муниципальным образованием, они были перечислены в сумме почти 2 миллиарда рублей и отмечу, что рост составил 180 миллионов. То есть на основании обращения муниципальных образований была сделана передвижка кассового плана и муниципальное образование на 180 миллионов рублей больше получили пополнение средства на свои счета совместных бюджетов. Кроме того, субвенции были перечислены на исполнение полномочий в сумме 8 миллиардов рублей. Из них заработная плата учителям и воспитателям детских садов составила 6 миллиардов 871 миллион рублей, что на 251 миллион рублей больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, с учетом финансовой помощи муниципальным образованием и городским округам, еще напомню, что поддержка реального сектора составила 11 миллиардов 510 миллионов рублей, куда были направлены средства. 4 миллиарда 982 миллиона рублей – это обеспечение дорожной деятельности. На развитие сельского хозяйства 2 миллиарда 894 миллиона рублей. На выполнение работ в сфере водоснабжения и водоотведения 518 миллионов рублей. При этом это на 212 миллионов рублей или 70% больше по сравнению с прошлым годом. На развитие лесного хозяйства 145 миллионов рублей. На мероприятия по сокращению доли сточных вод 376 миллионов рублей. Мероприятия в сфере теплоснабжения 252 миллиона рублей. Переселение граждан из аварийного жилья 156 миллионов рублей. Мероприятия в сфере газификации и газоснабжения 150 миллионов рублей. На благоустройство 230 миллионов рублей. Обеспечение жильем детей-сирот 123 миллионов рублей. Также из резервного фонда правительства было выделено 15,8 миллионов рублей. Из них на предупреждение чрезвычайной ситуации 9,1 миллион рублей. И 6,7 на мероприятия по предупреждению распространению коронавируса. Из резервного фонда правительства Российской Федерации нам было выделено 86 миллионов рублей. В том числе практически все средства были направлены на борьбу с ковид. В целом по итогам исполнения областного бюджета сложился дефицит по итогам 7 месяцев, который составил 1 миллиард 335 миллионов рублей. Также мы получили транш из бюджета федерального бюджетного кредита в сумме 3,2 миллиарда рублей. Из них 1 миллиард 340 миллионов рублей в виде бюджетных кредитов были направлены в бюджеты муниципальных образований на погашение их рыночных долгов. У них сложилась экономия почти 30 миллионов рублей на расходы на обслуживание государственного долга. Состав государственного долга на сегодня представлен бюджетными кредитами и ценными бумагами. Общий объем составляет 44 миллиарда 599 миллионов рублей. Отмечу, что мы также получили транш первой 256 миллионов рублей инфраструктурного бюджетного кредита. Цифр прозвучало много. Но какие выводы следует сделать из всего сказанного и как оценить финансовую ситуацию, в которой находится в настоящее время наш регион? Ключевые выводы остаются теми же, что резервы роста доходов есть. Над ними можно работать. Мы регулярно проводим совещания по финансово-экономическим вопросам, встречи с главами муниципальных образований. Все основные направления движения по работе с резервами роста им известны. Соответственно, мы ждем выполнения этих планов мероприятий и поступлений в консолидированный бюджет муниципальных образований данных средств на закрытие первоочередных задач. Выступление, исполняющее обязанности министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой, дополнила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева. Я хочу обратить внимание на то, каким образом у нас складывается процент выполнения плана и отклонения от плана на текущий момент по итогам 7 месяцев. У нас фактически выполнение плана на сегодняшний день достигается одним доходным источником. Это акцизами и здесь пивные акцизы, здесь нефтяные акцизы и так далее по совокупности здесь в комплексе. Но два ключевых доходных источника, которые занимают 50% доходной части бюджета, это налог на прибыль и НДФЛ, у нас уже на сегодняшний день идут с невыполнением. Прибыль на 411 миллионов, НДФЛ на 155. Поэтому Наталья Геннадьевна абсолютно правильно сказала, вот эти два доходных источника у нас имеет куратор на уровне зампредов и на уровне министерства. И мы просим в ближайшее время провести заседание рабочей группы по отраслевому принципу рассмотреть все причины невыполнения вот этих двух доходных источников. Их обязательно нужно дотягивать, в противном случае доходная часть будет под риском. Мы понимаем, что объем акцизов пивных по итогам года выровняется. Объем акцизов по нефти тоже имеет тенденцию к сокращению. Поэтому два доходных источника прибыли НДФЛ сейчас должны быть максимально в фокусе внимания. Летом очень популярными средствами передвижения становятся самокаты, велосипеды, мопеды, скутеры, мотороллеры, мотоциклы и так далее. Причем нередко довольно мощными и скоростными мопедами, квадроциклами и мотоциклами управляют подростки. И их стиль вождения и скорость движения часто создают опасность для жизни и здоровья как окружающих, так и их самих. Но имеют ли они право управлять такими средствами передвижения? Что по этому поводу говорит закон? С этим вопросом я обращаюсь к старшему помощнику прокурора Ульяновского района Ульяновской области Николаю Матвееву. В соответствии с федеральным законом от 10 декабря 1995 года номер 196 ФЗ о безопасности дорожного движения, право на управление транспортными средствами категории М, это мопеды и легкие квадроциклы, и под категорией мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью не превышающей 11 кВт предоставляется лицам, достигшим 16-летнего возраста. Российские национальные водительские удостоверения выдается указанным лицам, сдавшим квалификационные экзамены и представившим медицинское заключение. Лица, достигшие 17-летнего возраста, допускаются к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категории B и C при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Российские национальные водительские удостоверения выдаются указанным лицам по достижении ими 18-летнего возраста. За вождение транспортного средства несовершеннолетним лицом, достигшим 16-летнего возраста, и не имеющим водительского удостоверения предусмотрено вложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Это часть 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Особое внимание также следует обратить, что законом установлена ответственность совершеннолетних лиц, допустивших к вождению транспортных средств несовершеннолетних без водительского удостоверения. Так, частью 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Предусмотрена ответственность за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему право управления транспортным средством, за исключением учебной езды или лишенному такого права. Подобное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Служба в правоохранительных органах Поступающим на службу в органы внутренних дел определены статьей 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 года номер 342 ФЗ о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет, независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, а также места жительства и отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, владеющим государственным языком Российской Федерации. Способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудников органов внутренних дел. В августе 2018 года был принят Федеральный закон номер 318, согласно которому увеличен возраст приема на офицерские должности. Если раньше это было до 35 лет, то теперь это до 40 лет. Этот же закон увеличил предельный возраст службы офицера на 5 лет с 50 до 55, и при определенных условиях продлить этот срок можно еще на 5 лет, до 60 лет включительно. Раньше максимальный возрастной ценз был 50 и 55 с продлением. Кандидаты на должности следователя и дознавателя рассматриваются лишь при наличии оконченного высшего юридического образования. В остальных случаях при назначении на должности младшего начальствующего состава необходимо наличие среднего полного образования, а на должности среднего начальствующего состава не ниже среднего специального. Процедура оформления на службу очень сложна и многогранна. Граждане, поступающие на службу, проходят серьезные психофизиологические исследования, тестирования, направленные на выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребление алкоголем или токсическими веществами. На гражданина, поступающего на службу в органы внутренних дел, оформляется личное поручительство, которое состоит в письменном обязательстве действующего сотрудника органов внутренних дел, имеющего стаж службы не менее трех лет, о том, что он вручается за соблюдение указанным гражданином ограничений и запретов, установленных для сотрудников настоящим федеральным законом и другими федеральными законами. А сколько по времени занимает процедура оформления от подачи заявления кандидата до приема его на работу? Трудоустройство кандидата от подачи заявления до назначения может занимать до трех и в исключительных случаях до четырех месяцев. Все зависит от конкретного человека. Возможно, требуется какое-то медицинское обследование или специальные проверки. Если человек принят, то он сначала становится стажером на должности и ему устанавливается испытательный срок от трех до шести месяцев. По результатам испытательного срока выносится заключение о назначении стажера на должность. Но перед тем, как приступить к профессиональной деятельности, он проходит обучение в Центре профессиональной подготовки, где его обучают в соответствии со спецификой предполагаемой деятельности. А в каких случаях гражданин не может быть принят на службу в полицию? Какие существуют ограничения? Законом о полиции оговорены случаи, при которых гражданин не может быть принят на службу в полицию. Например, гражданин осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, имеет судимость, в том числе погашенную, является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню к поступлению на службу в полицию, подвергался в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно-административные правонарушения. Имеется случай прекращения в отношении него уголовного преследования за истечением срока давности. Также, если кандидат предоставил подложные документы или заведомо ложные сведения при поступлении на службу в полицию, имеет заболевания, включенные в перечень заболеваний, препятствующие прохождению службы в полиции, приобрел или имеет гражданство иностранного государства, отказался от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. Чаще отказ кандидату связан со здоровьем, хотя есть случаи, когда отказывают в приеме на службу и по результатам исследований на полиграфе или в ходе специальных проверок. Точно не бывает такого, чтобы отказали по причине отсутствия вакансии. Даже если должность, на которую он планировал, уже занята, мы находим возможность трудоустроить кандидата. Кстати, по поводу вакансий. В какие службы и в какие подразделения требуются сотрудники? В МВД России по Ленинскому району города Ульяновска требуются сотрудники патрульно-постовой службы, оперуполномоченные уголовного розыска, отделы экономической безопасности и противодействия коррупции, участковые и уполномоченные полиции, сотрудники отдела дознания и следствия, а также работники на должности бухгалтера и контролеров контрольно-пропускного пункта. Какими социальными гарантиями обладают сотрудники органов внутренних дел? Важнейшим направлением в области социальной защищенности занимает блок вопросов пенсионного обеспечения. Так, сотрудникам общая продолжительность службы в органах внутренних дел, которых составляет 20 и более лет, при увольнении на пенсию выплачивается единовременное пособие в размере 7 окладов денежного содержания. Пенсионеры МВД, как и члены их семьи, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, лечение в госпиталях МВД. Санаторно-курортное обслуживание позволяет сотруднику органов внутренних дел с правом на пенсию и имеющим стаж службы в органах внутренних дел 20 лет и более, а также совместно проживающим с ним членам семьи, приобрести один раз в год путевку на лечение в санаторно-курортное или оздоровительное учреждение Федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Заплату в размере, соответственно, 25% и 50% от стоимости путевки. За пенсионерами МВД Российской Федерации с 1 января 2012 года сохраняется право возмещения оплаты налога на имущество, на дом, квартиру и на землю. Куда можно будет обратиться с вопросами по поводу поступления на службу в органы внутренних дел? По вопросу поступления на службу можно обратиться в отделение по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ленинскому району города Ульяновска как по телефону 67-44-01, так и лично по адресу город Ульяновск, улица Орлова, дом 29, а также в управлении по работе с личным составом, расположенному по адресу город Ульяновск, улица Карла Маркса, дом 31-10, или же по телефону 67-41-14. Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Нужны ли заглавные буквы выражения «С днём рождения?» Хотя собственный день рождения случается только раз в году, писать эти слова приходится намного чаще. С прописной или заглавной буквы принято писать первое слово в официальных названиях праздников, таких как, например, «День знаний», где слово «день» пишем с заглавной буквы. В дни рождения, в подавляющем большинстве случаев, к таковым не относится. Исключением может стать разве что «день рождения», «королевы», «Великобритания» или другие случаи, когда празднование вынесено на государственный уровень. Причем даже в этом случае слово «рождение» сохраняет строчное написание. Поэтому ответ на поставленный вопрос однозначен. Правильно писать «С днём рождения» все слова со строчной, то есть маленькой буквы. Заодно напомню про склонение. День чего? Рождение. Второе слово стоит в форме родительного падежа. А фразы вроде «Где будешь отмечать день рождения?» это пример грубой грамматической ошибки. Но в поэтической и разговорной речи также может встречаться вариант «день рождения». Все остальные варианты исключены. И на этом у меня на сегодня все. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы. С вами Наталья Кузина и региональный центр общественного здоровья. Начнем с шутки. У меня для вас не очень хорошая новость. Печень у вас здоровая. Доктор, а что же в этом плохого? Да я ведь о размерах говорю. Вот-вот, сегодня поговорим о том, как сохранить печень здоровой. Не в смысле размера, а с точки зрения ее нормальной работы. Для печени плохо, когда мы впадаем в стрессы, неправильно питаемся, пьем много лекарств и без меры употребляем алкоголь, особенно некачественный. Печень – это депо витаминов А, Д, В12. Еще она проводит обеззараживание различных веществ, например, токсинов, удаляет избыток гормонов, производит синтез холестерина, много делает чего полезного для нашего организма. Врач Елена Денисова утверждает, что выбирая полезные продукты питания, мы можем помочь нашей печени. Так что же ей пойдет на пользу? Для печени полезным продуктом является тыква, причем как в печеном, так и в отварном виде. В мякоти этих плодов содержится витамин А, каротиноиды, фосфолипиды, ненасыщенные жирные кислоты, омега-3 и 6. Эти вещества облаждают гепатопротекторным свойством, то есть они участвуют в построении клеточной мембраны гепатоцитов, участвуют в обмене холестерина и препятствуют окислению липидов в клеточной мембране. Клетчатка из тыквы оказывает мягкое, желчегонное и противовоспалительное действие, что благоприятно влияет на пищеварение. Если вы любите тыквенный сок или семечки, замечательно, они тоже очень полезны. Свеклы богаты витаминами А, группы В, в частности, витамин В1, В2, В6 и фолиевой кислотой, а также фосфором, который служит строительным материалом для клеток печени. Клетчатка стимулирует желчевыводящие пути и помогает при застое желчи. В ягодах красного цвета, таких как вишня, малина, клюква, высокое содержание каротина, то есть витамина А, а также аскорбиновой кислоты и пищевых волокон. Все эти вещества стимулируют рост и регенерацию гепатоцитов при повреждении печени в результате таких заболеваний, как вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени и жировой гепатоз. Зеленый чай содержит танин, кофеин и большое количество витамина С, что способствует противовоспалительному и мощному антиоксидантному эффекту. Учеными доказано, что чай участвует в обмене различных видов жиров, а конкретно зеленый чай снижает уровень общего холестерина и плохого холестерина, что помогает в профилактике жирового перерождения печени и атеросклероза. Куркума – это тоже полезная специя из семейства имбирных. Прямость содержит эфирные масла и вещество – куркумин, известный своими лечебными свойствами. Вы слушаете утреннюю программу. Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. Здравствуйте. В этот день появились на свет композитор – хоровой дирижер Дмитрий Васильев-Буглай. Исполнитель кантри – композитор, обладательница национальной медали США в области искусства Мэл Тиллис. Композитор – певец Евгений Кемеровский. Не прощаясь из жизни твоей, навсегда ухожу. Улечу и от клетки ключи на порог положу. Уплыву от тебя и других берегов не найду. Только в дверь, что закрыл за собой, я уже никогда не войду. А я к тебе никогда не вернусь, ты меня ни за что не поймешь. Может быть, это странная грусть. Может быть, это страшная грусть. Певец – лидер музыкальной группы «Кватра» Леонид Авруцкий. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, долгожданный, встречая рассвет, закуси на мгновение губу от обиды за то, что попало не в цвет, от того, что кривостый табу кроме снов ничего не принес. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь не стыдись своих слез, своих слез. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1882 году впервые исполнена торжественная увертюра 1812 год, написанная Петром Чайковским в ознаменовании победы России в войне с Наполеоном. В 1923 году 14-летний Бенни Гудман начал профессиональную музыкальную карьеру в Чикаго как кларнетист в оркестре, который плавал на пароходе по озеру Мичиган. В 1969 году группа Битлз сделала фото для обложки альбома «Эбби Роуд на улице» около здания студии в Лондоне. Помните четверых музыкантов, идущих по пешеходному переходу? Если да, то это то самое фото, которое вошло в историю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1998 году в Москве на стадионе Лужники группа Rolling Stones дала свой первый концерт в России. Во время концерта шел «Проливной дождь». Субтитры создавал DimaTorzok